Массовая критика обрушилась на изданные недавно новые учебники для 5-6 классов, поступивших в школы в этом году. Эти книги прошли три этапа отбора, подготовки и издания. Однако проблемы все же возникли. На страницах средств массовой информации имеет место достаточно серьезная критика в адрес учебников, адресованных для учеников 5-6 класса. И надо отметить о том, что учебная литература нового поколения, она прошла три этапа отбора. Первый – это отбор рукописей среди авторов. Его проводило в основном Министерство образования. Второй – научно-методическая экспертиза. Третий – практическая апробация в пилотных школах. Несмотря на все это, авторы отмечают целый ряд проблем с учебными книгоизданиями. Так, кто же отвечает за качество книг, пока главный вопрос. Кстати, про апробацию, которая проводится перед печатью, в Министерстве отзываются критически. И учителя считают, что это все делается для того, чтобы сказать «да, все хорошо», что означает давать оценку. Педагоги пока еще не готовы. За это несут профессионалы ответственности. Редактор. Отсюда и проблемы. Но вопрос, кто теперь возьмет ответственность за ошибки в учебниках, издательства? Кстати, на втором этапе было несколько замечаний содержательного характера, однако ошибки произошли из-за неточности перевода или спорности научных фактов, говорят авторы. Достаточно серьезные претензии содержательного характера, за что несем ответственность мы, Академия образования. И второе направление – это редакторские, корректорские, орфографические, проблемы перевода. Ну, здесь ответственность, я уже отметил, издательство. Когда осуществляется перевод, вот здесь указывается, перевод осуществлен кем-то. А здесь его не было. Я заставил их. Давай, укажите переводчика. Укажите переводчика, кто перевед. И мой полк… Вот перевод был о Измайлова. Так, первое. У нас в первом варианте, где вот на пробном учебнике, да? И редакторы Джапаров и Аманов. Я их глаза не видел. К слову, апробация учебных изданий проведена в Кыргызстане впервые. Она проводилась в 54 пилотных школах. За процессом следила экспертная группа из 14 специалистов. Напомним, журналисты нашли сотни ошибок в учебниках естествознания и географии. Ранее было отмечено, что издательство переиздаст их после корректировки. Однако дата новой печати выпадает только на январь следующего года. А пока дети продолжат учиться по книгам, где допущены ошибки.